Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать в очередной четверг на нашем совместном вебинаре. И хотел бы сразу вам сказать, чем мы сегодня будем с вами, перед чем мы уделим сегодня внимание. Я, к сожалению, должен признаться, что система, которой мы пользуемся, Мирополис, не всегда работает нормально. И запись прошлого вебинара бесследно исчезла. Но я надеюсь, что не исчезла та информация, которая была передана. Я что-то повторю, но нет, скажем, никаких, ни один вебинар не повторим. Поэтому есть то, что есть. Поэтому будем здесь и сейчас, и тогда будем все иметь. Кстати, вы знаете, я сейчас смотрел сам этот ролик, который я вам пустил про время, да, и навеялась некая метафора или же, вернее сказать так, мысль, которую я поделюсь с вами. Я не планировал этого сделать, сделаю маленькое отступление, вы уж не извините. Время – деньги, говорят люди, да. И вот мне подумалось, что действительно это время то, что не восстанавливается. И как я говорил, не я, а люди говорят, я это повторяю, что нам Всевышний или, скажем, природа или все, что, ну, что-то, среда, в которой мы родились, живем, дает каждый день на электронную карточку 24 часа. Вам, мне, ей, ему, им. Каждому. Мы здесь все равны с вами. Но вопрос в том, как мы распоряжаемся этим делом. Точно так же и с деньгами, дорогие друзья. Время неповторимо. И мы не можем повторить, войти в ту же реку по времени, мы не можем никуда войти. Мы находимся здесь и сейчас. И поэтому я вас призываю быть здесь и сейчас на вебинаре, отложить в сторону все остальные дела. И тогда мы с вами более эффективно, более рачительно отнесемся к тем 24 часам, которые нам выделены. Вот. Я с вами чем-то поделюсь, получу от вас обратную связь. Итак, пойдем дальше. Таким образом. А, еще одна вещь, что мне пришла в голову. Я вчера, мы, вернее, не я. Мы вчера проводили семинар-презентацию в городе Тарту. Это университетский городок. Людей пришло туда, ну, не очень много. Сейчас все собираются к первому сентября. Я не оправдываю. Просто ситуация такая. Да и там еще, так сказать, инвестиционная прослойка еще не набрала силы. Но, тем не менее, люди пришли. И вот молодая женщина, в моем понимании, достаточно молодая. Вот. Хотя она уже оказалась бабушкой маленького внука. И вот мы там мне задавали вопросы. Вот задали такой очень простой вопрос, что, ну, вот, хорошо, ну, а почему, вот, почему надо инвестировать в это дело? Ну, там мы объяснили, и мы об этом с вами сегодня поговорим, кстати. Но потом эта женщина говорит, вы знаете, я спросил, ну, а почему вы думаете, а зачем вообще сюда пришли? Вам что делать нечего? Вы молодая бабушка и так далее, и так далее. Она говорит, вы знаете, я пришла, и может быть, даже и потому, что я слушала вебинар, где высказывался один из, ну, считается, ясновидящих эстонских человек, который достаточно, ну, какую-то общественно скрытую жизнь ведет. Но, тем не менее, закрытые вебинары есть. И вот он там высказывался еще где-то пять лет назад, что где-то в районе, получается, в расчете, что где-то в районе 40-го года, 2040 года, когда у него спросили, а какое ты видишь в будущей Эстонии? Говорит, очень интересно, но я в Эстонии не вижу машин, ездящих по дорогам. Я не вижу дорог, по которым кто-то суетится. Вот. Он там рассказывал, что там с морем будет, что там еще будет и так далее. Но это не тема нашего вебинара, и это было такое интересное, ну, отступление. И она сказала, вы знаете, я вот сейчас вот только понял, или не понял, а подумал, что не про Скавелье он имел в виду. Ну, это так. Лирическое отступление, дорогие друзья. Давайте к новостям. Чем я хочу с вами сегодня поделиться из новостей, из сплетен так называемых, неофициальных еще пока не объявленных. Уж вошло это в такую, как бы, неформальную традицию. Вопрос по конференции. Может быть, уже проскочило. Дело в том, что конференция 24, она официально будет еще объявлена. Вот. Пока взвешивается вопрос, что и как будет сделано. Но есть вероятность, что будет сменена немножко форма и, скорее всего, время проведения конференции, но об этом будет еще дополнительно объявлено. Ну, фактически она или же уже не совсем в таком формате, но обязательно состоится, дорогие друзья. Не верьте никаким другим, там, может быть, кто-то что-то скажет. Она будет. Вот. Формат, по всей вероятности, изменится. У вас возник вопрос. Значит, а звук, звенит звук, да? Плохо, извините, я не посмотрел, разговорился. Как сейчас? Продолжение следует. 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 Вот видите, за звуком. Ага, значит, по конференции. Из конференции такая история, что по состоянию на вчерашний или позавчерашний день зарегистрировалось 49 человек. Зал заказан на 1200 человек. Ну, был такой зал, достаточно удачно удалось заказать. Вот, и поэтому команда, значит, стала думать, что делать. И пришли к выводу, что, скорее всего, будут люди, но, может быть, 24-й день не подходит. И сейчас идет такое краткое расследование всех этих возможностей. И четко будет объявлено к концу недели и самое позже, в понедельник, что и как у нас будет. Ну, будет встреча. Может быть, это будет не в формате конференции, а в брифинг, информационный брифинг, где все те же самые люди выступят, но уже несколько в другом, в другой аудитории, в более, ну, поменьше аудитории, и, скорее всего, будет, может, даже и в полшет. Вот столько про конференцию. Значит, потом есть еще, как бы, в воздухе повес вопрос. Где-то проскочила информация, что, а как это так? Мне задали вопрос, Владимир, что, что там у нас с Австралией, что там у нас какие-то проблемы или что? Я говорю, нет, не знаю, у вас, у вас нет, у нас нет проблем. Ну, а, говорят, 2018 год. Значит, дело вот в чем, дорогие друзья, что, да, действительно, может статься, может статься. Это еще не 100%, идет сейчас выяснение. Там потребовались, вы же понимаете, что проект австралийский, он требует перехода через трассы, через, ну, крупный транспортный узел. Поэтому, когда стали австралийцы приехали с документацией обратно из Минска, стали выяснять, что к чему, то они склонны сейчас думать, что придется сделать пару исследований. Не придется, а этого требует законодательство, закон строительный, закон Австралии, даже там есть изменения к нему в этого штата. Вот, что надо будет дополнительные исследования провести и обоснования. Ну, вот это займет, каждый из них займет там по 3-4 месяца. Вот вам, пожалуйста, почти год и улетел. Так что не все так просто под сиянием лунным. Но, тем не менее, это может быть не весна 2017 года, как проектировалось или как предполагалось изначально, да, по времени. Рассчитали график, сказали, что так. Значит, будет чуть-чуть позже. И, кстати, давайте теперь у вас так, вопросов нет. Всем привет, хорошо. Значит, и плавно перейдем тогда к технологии. Я хочу сказать, что сегодня у нас, как видите, нет Алексея Дьякова. Он в путешествии в рабочем. Вот, сегодня никаких других информаций не будет. Мы будем в своем более узком кругу работать. Пожелаем ему хорошего пути. Вот, а вернемся к технологии. Но, чтобы не доскучать вам технологии, хотя и это не помешает, чтобы быть виртуозом в вопросах и инвестиционной грамотности, я начинаю рассказывать. Мне надо дать суть. Ведь, понимаете, можно от самого начала до самого конца рассказывать час, можно рассказывать полчаса, можно все доложить за 10 минут. А иногда это нужно и можно сделать за 5 минут. Вот, и поэтому я сейчас не буду это повторять, и это не наша тема сегодняшняя. А я бы хотел с вами остановиться на рисках. Какие сбои могут быть вообще в технологии? Ну, мы видим здесь скоростной транспорт, городской транспорт, грузовой, юнибайт. Казалось бы, вида транспорта. Ну, что тут такого особенного? Ведь, когда мы говорим о том, что в чем уникальность технологии SkyWay, транспорта нового поколения или новой транспортной системы, то все эксперты, не все, а самые из них дотошные и умные, говорят, что, ну, посмотрите, ведь фактически риск того, что технология, любая технология, вот здесь, значит, функционирование высокоскоростного транспорта, городского, это все технологии. Хотя базовая технология у них вся одна. Грузового транспорта, юнибайка, они имеют, они имеют, значит, у себя что-то такого из рук вон выходящего, или какой-то уникальности, уникальности, гениальности складывания определенных технологических решений. Окей. Основа струнной технологии что? Это особый рельс. Построенный ли он, его основу положено вантовый метод, то есть натяжение. Натяжение неких проволок, значит, не тросов, а проволок, которые позволяют повысить особенность устойчивости и так далее, той структуры, в которую они встроены. Но они встроены в рельс, который, а рельс тоже всем известен, но чем отличается в Skyway системе рельс? Он отличается досконально, то есть в принципе отличается. Осталось от старого или от всем знакомого рельса осталась только коронка. И то она форму имеет другую. Теперь колесо. Колесо абсолютно новое. Ведь, смотрите, Анатолий Главович, когда рассказывает, что обычные поезда, все, трамвай, там, все на что. На методом качения железа металла по металлу, там идет только одной узкой плоскостью притирания, значит, рельса и колеса. Здесь плоскость практически полностью покрыта, этим внесены масса так называемых преимуществ, которые касаются и мощности, и потери этой мощности, или использования этой мощности, плавности движения и так далее. Поэтому, опять-таки, казалось бы, колесо есть колесо, но оно другое. Вот, и так далее. Теперь, когда мы говорим о водевой структуре, то в этой технологии тоже масса инновационных решений. И вот, в конечном итоге, я не буду вдаваться еще дальше, теперь смотрите, казалось бы, тот же самый трамвай, сейчас тоже ходят примерно такие же, но здесь совсем другой принцип, абсолютно другой принцип и так далее. Смотрите, большой, большой по земле ничего пока не двигается нигде, маломальский, ну, такого же большого, как Юнибус высокоскоростной, в него вмещается до 500 человек, это даже больше, чем самолет, понимаете? Да, поезд здоровый, можно вместить столько человек, но здесь другая технология, здесь совершенно другие скорости. Поэтому специалисты говорят, а уже я не говорю, здесь целая масса, сегодня можно целый вебинар, а и даже серию вебинаров посвятить тем технологиям, которые открывают возможность использования мотор-колесо и струнного рельса. Вот этой системы только. Транспортные выстраивания, логистики, значит, грузового транспорта просто уникальны. Когда мы, например, разбирались в Риге со специалистами, то они сразу задали вопрос, вот-вот-вот, ведь на переходный период мы начинаем строить, предположим, мы начинаем строить, значит, транспорт нового поколения, а как он сопрягается с существующей контейнерной системой передвижения грузов в мире, так называемые футовые, двухфутовые контейнеры морские, например, так называемые стандарты перевозки по железной дороге и так далее. Что это говорит? Это говорит опять о том, что, но система построения, если мы посмотрим, тот ряд уже юнибусов, юнитраков, они называются, правильно ли так, которые имеются в разработке и есть их эскизные решения, причем и чертежи уже существуют, то они позволяют применить модульный принцип и, используя стандартные размеры, которые потребуют контейнеры морской перевозки, контейнеры железнодорожной перевозки, сопрягать транспорт Скайвей, то есть транспорт нового поколения с обслуживанием и с использованием тех грузовых потоков, которые уже сейчас существуют. Это позволит шаг за шагом перестраивать эти грузовые потоки. Вы понимаете, какой мощный потенциал заложен здесь в этом виде транспорта? Я рассказывал вам о преимуществах и о возможностях, хочу теперь вернуться обратно к тем рискам, которые обещал вам рассказать. Так какие здесь риски? Специалисты, не я. Специалисты мне отвечают. Я специально провоцирую и всегда задаю им вопросы. И они мне говорят, вы знаете, мы, насколько мы ознакомились, мы не видим, даже мы глубоко не будем влазить в эту технологию, но мы уже видим, что здесь гений Юницкого и его команды в том, что они сумели выстроить из, ну как бы, вот на столе лежали элементы. Рельс, вантовый метод, колесо, мотор, мотор даже колесо уже, да, плюс еще там масса других решений, да, сварка, специальная сварка, натяжная сварка и так далее. Они сумели это использовать и выстроить таким образом технологию, которая в целом является качественно абсолютно новым транспортной системой. И вот в этом есть гений как бы. И теперь они говорят, ну что здесь может не сработать? Может не сработать то, что не будет как бы технологии компоновки всех этих элементов в какие-то моменты может сбоить. Требует настройки, но для этого и существует Эко-технопарк. Его основная задача есть сертифицировать, то есть отработать реальный процесс, его еще раз, значит, обосновать, протестировать те режимы и столько раз, сколько это надо. То же самое открывание, закрывание двери, подъем, опускание платформы для пассажиров, приход, уход, отход, разгон, торможение, держание скорости и так далее, и так далее. Сцепка каких-то транспортных средств и так далее. То есть это все будет прорабатываться, сертифицироваться. Вот только это. Единственное, что может быть какой-то временной риск. То, что это не сработает, ну, извините, даже если специалисты не те, заменят специалистов, придут другие и соединят так, как надо, отрегулируют так, как надо, это заработает. Просто займет определенное время. То, что не сработает, это практически исключено. Тем более, если они говорят, ну, смотрите, какие мощные быстрые разработки сделаны за последние два года. За последние два года, друзья. А это что такое последние два года? Давайте вспомним. Это с начала, или, скажем, с середины 2014 года. Вот, кто в процессе из вас, кто вы здесь сегодня присутствуете более длительное время, вы знаете, что было. Тогда ничего не было. Была идея, была команда, которую, как бы, пришел, значит, Андрей Хавратов с людьми, поддержали эту технологию, начали заниматься. Были инициаторы, которые очень интенсивно работали над этим. И все. Шли поиски, шли подготовка, начались мелкие инвестиции в 2014 году. На пустом месте. Сегодня мы знаем, что мы имеем. Поэтому, дорогие друзья, я абсолютно убежден и стараюсь, или, вернее, моя святая задача, и поддерживать и в вас эту уверенность. И поэтому я с вами делюсь этим. Поэтому риски по технике я не вижу. Экотехнопарк. Какие риски могут быть в экотехнопарке? Только риски метафинансирования, как мне сказали. Главное, если деньги вовремя и нормально подавать в эту систему, она будет построена вовремя. А когда она будет построена вовремя, это значит, вовремя начнутся процессы сертификации. Хотя они уже идут, но глобальная сертификация начнется вовремя. Возвращаемся обратно. По той причине, что, скажем, сегодня пока нет такой роскошной возможности инвестировать таким образом, чтобы построить сразу три юнибуса или хотя бы два. Строится пока один. Реальный он готов практически. Юнибайк точно так же, который будет выставлен и в Берлине. Первоначально не планировалось их туда вывозить, как вы знаете. Это делается по просьбе у строителей этой всемирной выставки Инно-Транс-2016. И уже бы у нас в конце августа работал бы и как бы осуществлял бы движение, осуществлялась юнибуса, юнибайка на конкретной трассе в Экотехнопарке. Но нет. Сегодня, как Анатолий Дарвич показывает там вот на ролике, кто его смотрел в прошлый раз, сегодня я до конца его не продемонстрировал вам. Времени немножко не хватило. То практически его надо уже погрузочный специальный контейнерный, ну как бы поддерживающий блок сделан, отвезут в Берлин. Там они встанут на реальные размеры, как бы той фрагмента, то есть путевой структуры, по которой они будут работать все парки, в Экотехнопарке. После этого все это будет поднято, привезено обратно. Самых быстрых, быстрые сроки поставлено уже, к тому времени уже все будет готово в Экотехнопарке, начнется сертификация. Вместо августа-сентябрь. Понятно, да? Но у этого есть свои плюсы. Я так подумал, посмотрел, я думаю так, что до конца сентября навряд ли произойдет смена дисконта. Хотя об этом и говорили, но вот видите, вот процессы идут так, как они идут. Теперь, значит, по Австралии я с вами говорю, риски. То есть поэтому таким образом здесь у нас такая ситуация. Смотрите, следующий вопрос, о котором я хотел с вами поговорить, это организационно-экономическая система инвестиционного процесса. Вроде бы замысловато это все смотрится, выглядит, да? А давайте поговорим еще о том, почему интересно и выгодно участвует в процессе инвестирования. И вот тут мы возвращаемся к тому, почему у нас и как у нас вообще построена система. Смотрите. С чего начинается процесс инвестирования? С интересом, в первую очередь. Я получил 24 часа от Господа или от высшей сил на карточку на свою. Принимаю решение, что хватит дурака валять, надо развиваться самому и обеспечить свое, как бы, достойное существование. И, скажем так, опять приведу маленькую ремарку. Достойное существование. В Тартум подходит человек, один со своим братом, младшим братом. У них разница 3 года. Одному под 50, другому чуть меньше 50. Вот. Один достаточно активно инвестирует, но маленькими порциями. Ну, там материальное положение такое, как оно есть. А второй, значит, он не верит своему брату. Они там несколько раз очень мощно вляпались в разные инвестиции. Вот. И теперь, после этого, младший брат поработал где-то там, куда-то удачно вложил деньги. Вытащил. И сидит, значит, над этими деньгами. Вот. И ищет, куда так вот, типа, ткнул. Быстро наросло, получил обратно. И опять, как бы, живет. Ну, не припеваючи, но неплохо живет. И ищет, куда опять их ткнуть. И вот я у него спрашиваю, ну, хорошо. Да, это тоже как вариант. Я говорю, это вам выбирать, хотите ли вы или нет вступить в инвестиционный процесс. Он, я говорю, я не верю и так далее. А вы, говорю, сильно верите туда, куда вы деньги даете, что там сработает. Ну, вот пока срабатывал. Я говорю, я могу 33 случая привести, когда не сработало. Вам просто повезло, как в казино, понимаете? Это значит, если вам два раза под раз повезло, я желаю вам добра. Но я уверяю вас, дорогой мой друг, что значит, за углом стоит провальчик. Понимаете, природа так сложена. Такова теория распределения светлых и темных полос или закон Матроскина. Вот. И так далее. То есть, понимаете, у человека есть своя такая, называемая, ему пока везло, и это нормально. Поэтому, хотя я хочу вам сказать, здесь риск есть, но риск временной. Вот и все. Поэтому этот проект называется венчурный наш проект. И таким образом, почему интересно и выгодно участвует в процессе инвестирования, в процессе инвестирования. Проект экологичный, это экологичный транспорт. Плюс-плюс. Безопасный транспорт, естественно. И что самое главное, это то, что я инвестирую в реальный проект, который вас требован, будет. Он уже вас требован. Есть потребность. Опять приведу вам пример. Значит, беседую в Хельсинки в понедельник на этой неделе с, ну, с очень высокими чиновниками, которые экспертам, которые там были, этой, как бы, всей, всей этой, ну, всех муниципалитетов, которые вокруг Хельсинки образовались. Это очень большое такое образование. Вот. Они говорят, что да, нам нужен какой-то новый транспорт. Я говорю, ну, а чего вам не хватает? Они говорят, вы знаете, у нас есть четыре вида транспорта. Это метро, есть трамвай, есть автобус, есть, значит, троллейбус. И вот у нас тут умники предложили монорельс, но наши депутаты, они очень разумные, благоразумные люди сказали, а зачем нам еще пятый вид такого же уровня транспорта? Надо искать что-то новое. И вот мне говорят, что вот когда вы рассказали, значит, нам про возможности Skyway, то промелькнула такая мысль, что а не есть ли это как раз тот вид транспорта, который нам нужен? И я тогда предложил, что давайте разберем тогда, а что он может вам дать? И вот когда начали разбирать, что он может дать, глаза загорелись у них. Но тут же погасли. Они сказали, что ну а уже можно на этом покататься? Я говорю, пока нет, посидеть уже можно в Марино-Горке. Они говорят, ну уже даже это греет душу. То есть были определенные договоренности, мы будем обмениваться информацией, они обязательно поедут на трасс. И естественно, они сказали, что мы точно будем там, будут смотреть. То есть интерес проявляется. Но этот интерес не проявился, если бы я туда не приехал бы, не рассказал бы. Это пришло бы, может быть, позже. Оно обязательно пришло бы. Пришло бы через кого-то другого, через прессу, я не знаю, через какую-то выставку. Может быть, кто-то оттуда поехал бы и приехал бы и сказал, смотрите, придумали, какая там выставлена и так далее. То есть все может быть. Но тем не менее, я регистрируюсь, то есть принял решение инвестировать, потому что это такой, такой, какой он есть. Я пошел в этот процесс, вот, инвестирую в реальный проект, который востребован. Становлюсь, регистрирую с Capital, получаю свой личный кабинет, знакомлюсь с документами. И вот тут я с методичностью повторения хочу еще раз пройтись по этой системе. Потому что вопросы, которые люди, как бы, задают, говорят о том, что люди недопонимают. Что люди видят за всей этой системой только возможность заработать. Как тот брат, младший брат одного знакомого инвестора. Понимаете? Но это не совсем так. Если я неосознанно инвестирую, то это не совсем то. Хотя, в принципе, каждый выбор делает сам. Я рекомендую осознанно это делать. И тогда вы сможете поделиться этим и с другими. Знакомлюсь с документами. Это важно? Конечно, важно. Как же я могу это сделать, если я не знаю, что за этим стоит? Что проявляется? Опять-таки, на одном из семинаров люди начали, два человека, с пены у рта, мне доказывать, что они инвесторы Евразии, Ревсковейсии. То есть, они инвесторы акций Сковей. Я говорю, вот это, да, расскажите мне, пожалуйста, про эти акции. Ну, вы же знаете, вот у нас есть пакеты, значит, и мы владеем этими пакетами. Я говорю, вы владеете подарком, а акции ваши, конечно, наши. Это везде написано, я говорю, пока вы не записаны в регистровую книгу или в регистре вы не занесены, вы не акционеры. Вы так называемые кандидаты в акционеры. Вы еще не закончили эту школу, вы еще учитесь в ней. Поэтому разберитесь, поэтому знакомьтесь, друзья, с документами, чтобы вы знали, что вы приобретаете. И вы бы знали, что за этим стоит. Ибо таковы законы, которые требуют государство, защищая интересы людей, которые входят в малые инвестиции. Это по всему миру сейчас распространено, и мы не случайно упорядочиваем всю эту систему, чтобы не было обратных откатов в плохом смысле или в хорошем смысле. У отката нет хорошего смысла. Орудие откатывает, может задавить тебя. Что-то еще откатывает тоже. Откатывает деньги тоже плохо. Поэтому, чтобы не было плохого результата здесь, надо знать. Меморандум существует. Меморандум комплекс документов в кабинете. В новом кабинете. Он есть и сейчас уже в старом. Новый кабинет практически готов. Идут последние тестирования еще. Его буквально с часу на час вынесут уже в использование параллельно со старым. Что это такое? Это описание юридической структуры для реализации проектов SkyWay. Там есть все. Там есть все документы. Все. Со всем можно знакомиться. Второй комплект документов. Этапы развития группы компаний SkyWay. 15 этапов. Это перечень запланированных действий. Мы о них время от времени с вами говорим. И это по созданию транспортной инфраструктуры комплекса SkyWay. Очень важно. Знакомьтесь с этим. По крайней мере, знайте, что это там есть. И знакомьте люди. Ну, а если мы вернемся к первоначальной цели, с чего начинались наши вебинары, это кадресный проект. То как я могу пойти рассказывать кому-то, что вот, дорогие друзья, существует такая система, новая транспортная система SkyWay, что там идет процесс строительства экотехнопарка. Люди собирают деньги, а люди сразу же умные люди сразу начнут задавать, а что это за система, а как она существует, и я начну плавать. Тогда они скажут, ну вот пришел очередной товарищ, который продает бог знает что. Бизнес-план инвестиционного проекта создания экотехнопарка. Там очень много интересного можно почерпнуть. Плюс оттуда можно разобраться в том, что из себя вообще представляет эта технология, какие испытания там проводятся. И это практически документ, на котором можно очень сильно себя, как бы, свои компетенции пополнить и быть способным уже в подготовке каких-то адресных проектов. Идем дальше. Мы знаем уже, что такое Global Transport Investment. Мы знаем, как эти акции здесь поделены. Это основная компания, которая будет заниматься всеми проектами во всем мире. Фактически идет речь об акциях. Евразин, Рейлс, Кавейс, Системс, Холдинг. Эта компания имеет в своем, как бы, ее акционерный капитал составляет привилегированные акции GTI. Это значит, что всегда прибыль, полученная Global Transport Investment, будет от нее отсчитываться 20% на количество акций, которые сюда вложены. И будет передаваться в Евразин, Рейлс, Кавейс, Системс, Холдинг в акции. Вернее, для прибыли этой компании, которая, она, Евразин, Рейлс, Кавейс, Системс, Холдинг, это компания, в которой нет никакого вида, никакого вида другой деятельности, кроме как содержания акций, акционеров. И соблюдение их интересов. То есть у нее бизнеса нет. Поэтому ни на что на другое эти деньги не потратятся, как только на распределение дивидендов тем акционерам, которые вкладывали в Экотехнопарк и будут вкладывать в адресные проекты дальнейшие. Экотехнопарк, повторюсь, чтобы мне не задавали вопросов, у меня тут возникнет недавно, ну, пытались люди поспориться, но они начали мне доказывать, Экотехнопарк это не адресный проект. А все остальное строительство, которое будет осуществляться, это адресный проект. Я говорю, если вам так легче, представьте, что это так. В этом нет большой разницы, хотя, в принципе, любой проект, который начинается, может быть адресным. Почему адресный? Я говорю, потому что здесь он адресован был на создание системы сертификации и презентации новой технологии SkyWay транспорта нового поколения, транспортных систем нового поколения. Вот почему. Дальше. И существуют в кабинете аудиты. Они для заключения, они говорят о том, что это не какие-то там пустышки компании. У них есть свой капитал, проведен, проверено, куда ушли средства, как ушли, какой баланс, каков отчет о прибыли и так далее. Договор инвестирования с обеспечением. Это основа, на которой мы теперь начинаем с определенного момента в кабинете заключать свои, создавать свои инвестиции. Это тут сколько сторон? Инвестор, то есть тот, кто инвестирует. Global Transport Investment, это компания, которая является строителем и принимает инвестиционные средства, в конечном итоге направляет их в Экотехнопарк, в зал с трудной технологией. И поручитель, который выдает залог в виде акции, это Unitsky Corporation. Я, как инвестор, принимаю решение, становлюсь акционером. Информация о ходе реализации проекта. Наш вебинар, это тоже информация, видеоотчеты, видеоролики, инфообзоры, оценки, конференции, вебинары, все то, что делается, это делается для того, чтобы у людей была бы информация о том, что будет происходить. Ну вот, процесс вы уже освоили, как происходит. Я становлюсь от инвестора, становлюсь акционером. Это все ясно, я это повторил. Так, есть вопрос. Какой компании принадлежат все права интеллектуальной собственности и все остальные материальные, нематериальные активы? Маргарита. Принадлежат компании JTI, Global Transport Investment. Видите, это видно отсюда. Акции, выпущенные в МОК, как бы акции являются основой для выпуска акций, было как раз вот это то, о чем вы, Маргарита, спрашиваете. Это было оценено судом, так называемая стоимость этой, ну, приблизительная или ориентировочная стоимость интеллектуальной собственности, но с допуском, что на момент, как бы, с условием, что это сертифицированная технология не является полочной технологией, а отработанной и сертифицированной. Вот, что есть еще, акционеры, капитал ЕРС, оплачен? Акционеры, конечно, оплачен. Маргарита, вы понимаете, что такое акционерный капитал ЕРС, СПОВИ, Системс Холдинг? Вот те 60 миллиардов акций, 15% СБ акций, это и есть взнос Global Transport Investment в акционерный капитал, создание акционерного капитала ЕРС, СКОВИ, Системс Холдинга. Владимир, здравствуйте, имею три вопроса. Все документы... Так, 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 одну минуточку. Документы... Так, три вопроса. Изучила все документы, намерена инвестировать отлично в крупную сумму. Можно ли в течение вебинара получить ответы? На первый вопрос я вам ответил, Маргарита. Значит, а, все, спасибо, да. То есть, если вопросы Маргарита будут, пожалуйста, я вам готов ответить еще. Потому что это нормально, и я просто хочу всем сказать, что это очень важные вопросы. Вы задали очень правильные, скажем, вопросов не бывает неправильных. Вы задали квалифицированные, компетентные вопросы. Надеюсь, что он на них ответен. Так, смотрите, значит, и таким образом, друзья, я больше не буду здесь топтаться на этой тематике. А, еще очень важно. Смотрите, что еще должно быть в кабинете? Это так называемые, куда направляются инвестиции и в каких объемах. Это у нас тоже есть, но будет еще более подробно. Мы будем выставлять сюда еще процент, как бы, за финансированности строительства, подвижного создания, подвижного состава, оборудования. Я вам уже неоднократно показывал, здесь есть реальные суммы. На 2016 год здесь 108 миллионов, если я не ошибаюсь, примерно такая цифра была. И она распределяется по всем этим статьям, как бы, расходок. Так, Маргарита, и последний. Инвестирую в GTI, нет, а получаю, нет. Вы не инвестируете в GTI, Маргарита. Я вернусь обратно. Смотрите. Вы через, значит, инвестируете через, таким образом. Ваша инвестиция 100 долларов, принимается площадка Capital и опосредованно GTI передается, направляется в зал струнные технологии, в оплату вот всех этих вещей, которые привыкли, то есть в строительство эко-технопарка и проектные работы, которые там проводятся. Но для того, чтобы, как бы, гарантировать вам процесс, поручитель Unitsky Corporation выставляет гарантии, это есть акции, вот этой, извиняюсь, вот этой, пардон, куда она делась, вот этой компании. Unitsky Corporation выставляет эти акции, потому что он является основным владельцем и самым мощным гарантом. Ему принадлежит 70% от акций, простых акций GTI и еще 14, ну почти 15% вторая часть от привилегированных акций. Таким образом, выдается гарантия и в виде залога эти акции выставляются вам в ответ на ваши 100 долларов. Допустим, если это дисконт 1 к 100, то тогда 10 тысяч акций. И вы, у вас есть в договоре возможность, значит, сразу акцептировать и принять залог сразу в свою собственность. Не ждать времени, когда вам вернут эти 100 долларов. Тут есть юридический нюанс, почему так сделано. Вот, я его объяснял раньше, я сейчас не буду вдаваться в эти подробности. Но вы имеете эту возможность и практически я-то инвестирую, и я надеюсь, что вы тоже, не в то, чтобы получить обратно свои 100 долларов. Неизвестно, что какова будет их номинальная стоимость через 3-5 лет. Получить уже капитализированные акции того, того и компании, за которой стоит капитализированное имущество. То есть, они капитализировались, это все. Таким образом, они становятся вашими, вы становитесь владельцем акций в 10 тысяч долларов. Вот какой путь. Не GTI, а Евразин Рейс Кавейс Системс Холдинг. Эта компания и создана для того, чтобы этими акциями гарантировать и обмениваться на инвестиции по желанию инвестора. И последний образ, пожалуйста, Евразин, объясните, пожалуйста. Я надеюсь, я это тоже вам объяснил. Так, и таким образом, тут вот просто процесс, значит, я инвестирую, инвестпакет. 10 тысяч долларов в этом данном случае, подписываю договор инвестирования с обеспечением. Это гарантия и право требования акции. Это обеспечением является гарантией и право требования акции. Воспользуюсь, принимаю решение взять залог или требую сразу эти акции себе, собственность, оформляю акции на своими, я акционер. То есть, меня заносит Евразин Рейс Кавейс Системс Холдинг Лимитед, заносит меня в регистр, я в лицензированном регистре, в реестре акционеров компании Евразин Рейс Кавейс Системс Холдинг. И я с этого момента обладаю всеми, вернее, я с того момента, как оформляю акции на своими, уже начинаю прямо и косвенно обладать всеми правами владения, акциями Евразин Рейс Кавейс Систем, всеми благами, которые от них будут. Понятно, да? И тогда пойдем дальше. Значит, что позволяет, и вот если обосновывать вот этот процесс, я еще хочу сказать, дорогие друзья, повторить, я повторяюсь в какой-то степени, но под разными углами, тем, что, смотрите, я защищаю свои, или человек, который инвестирует, он еще и защищает свои, ну, как бы, средства, которые у него имеются. Потому что сегодня доллар, он такой, какой есть, евро такой, какой она есть, я не уверен, я не уверен, что через неделю завтра, через месяц завтра все с финансовой мировой системой будет то же самое, что и сейчас. Она в глубоком кризисе, не первый год, поэтому что-то должно произойти, и мы не знаем, каким будет доллар, каким будет евро, который у меня там где-то в кубышке, или у кого-то где-то в кубышке, или у кого-то где-то в банке. Но я знаю ситуации, когда те деньги, которые были у нас в рублях, например, было там 500 рублей, да, 500 рублей было в 1991 году, казалось, это были, ну, в 1991 году это уже были небольшие деньги, 5000 рублей были более-менее очень большие деньги, вот, они превратились в 500 крон сразу же эстонских, и все. И как хотите, живите, дорогие друзья, и на 500 крон там ничего сделать нельзя было, понимаете? То есть 10 раз изменились тут же сразу, поэтому неизвестно, что будет с долларом, то, что будет с евро, а акция, как она была, так она и есть, понимаете? Ее номинал, значит, одной акции 1 доллар, но, предположим, придут какие-то, там, ну, я не знаю, там, юнибиты или еще что-то, так это будет тоже один юнибит, понимаете? Поэтому это все очень важно знать, важно учитывать, и это определенный элемент защиты, когда я инвестирую. Я уже не говорю о других преимуществах, то есть инвестируя, я защищаю себя от провала, возможно, финансового провала, на краю которого находится мировая финансовая система, и мы, к сожалению, все с вами вместе взяты. И что тут повторяюсь, но, опять-таки, всем известно, что мы создаем базу пассивного дохода и формируем пенсионный фонд. Человек не вечен, он активный, молодой, до какого-то определенного периода, дееспособный, есть работа, все есть, но мир меняется, все меняется, здоровье тоже по-всякому изменяется, вот, и поэтому какой-то, мы живем, и мы как-то, человеку это присуще иметь определенный, как бы, задел и какую-то надежность. Я, человек советского времени, система социализма говорила, не суетитесь, у вас все будет, вот. И как-то люди жили более гарантированно, хотя жили хуже, там кто-то лучше, суть сейчас не в этом, вот. Но в данной ситуации нам каждому приходится заботиться о себе самим, хотя государство и декларирует, что оно заботится о нас, но, к сожалению... Субтитры сделал DimaTorzok